Планета Непту Планета Непту Планета Непту В 30 раз дальше от Солнца, чем Земля День на газовом гиганте составляет 16 часов и 6 минут Нептуну необходимо 165 земных лет для того, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца К слову говоря, в июле 2011 года Нептун завершил свой первый с момента открытия в 1846 году полный оборот вокруг нашего светила Несмотря на большое расстояние от Солнца, означающее, что Нептун получает очень мало солнечного света для того, чтобы управлять его атмосферой Ветра Нептуна могут достигать огромной силы Представьте себе ураган с ветрами, которые разгоняются до 2100 км в час Это невероятно, потому как это холодная планета Предполагают, что холодные температуры и поток жидких газов в атмосфере планеты могут снижать трение настолько, что ветра набирают существенную скорость Конечно, при таких условиях человек будет подобно Питер Пену летать по всей планете Но, к сожалению, не по своей воле Атмосфера Нептуна подразделяется на две основные области Более низкая тропосфера, где температура снижается вместе с высотой И стратосфера, где температура с высотой наоборот увеличивается Граница между ними тропопауза Атмосфера Нептуна состоит из водорода примерно 67%, гелия 31% и метана 2% Кроме этих основных компонентов, она содержит также малые примеси таких веществ, как ацетилен, диацетилен, этилен и этан А также угарный газ СО и молекулярный азот номер 2 Молекулы метана активно поглощают красные лучи, что придает диску Нептуна глубокий синий цвет с оттенками зеленого и голубого Мантия Нептуна состоит из воды, метанового льда и аммиака Это очень плотная горячая жидкость Температура мантии достигает от 1700 до 5000 градусов Цельсия Поэтому лед это условный термин, применяемый для этого перегретого водно-аммиачно-метанового коктейля В верхних слоях облаков температуры на Нептуне может опускаться примерно до 221 градуса по Цельсию Если вспомнить нашего героя Питера Пэна, то он по-прежнему перемещается, но теперь экстремально охлажден На Нептуне бушует гигантский атмосферный шторм, который именуют большим темным пятном Это пятно на газовом гиганте по размерам сравнимо с Землей Однако это уже в прошлом, так как шторм, обнаруженный в 1989 году Voyager 2, при повторных наблюдениях в 1994 году найти на прежнем месте не удалось Вместо него телескоп Хаббл зафиксировал два шторма помельче, которые потом вовсе исчезли Поскольку эти штормы носят устойчивый характер и могут существовать в течение нескольких месяцев, они, как считается, имеют вихревую структуру Часто связываются с темными пятнами более яркие, постоянные облака метана, которые формируются в тропопаузе Постоянство сопутствующих облаков показывает, что некоторые прежние темные пятна могут продолжать свое существование как циклон Даже при том, что они теряют темный окрас Темные пятна могут рассеяться, если они движутся слишком близко к экватору или через некий иной, неизвестный пока механизм С экваториальным радиусом около 24 тысяч километра Нептун меньше всех других газовых гигантов в Солнечной системе При этом Нептун массивнее урана на 18% Сила гравитации притягивала бы вас почти с такой же силой, как и на Земле Гравитация Нептуна всего на 17% сильнее, чем земная Это ближайший пример почти земной гравитации в Солнечной системе Но это никак не прибавляет шансов выжить нашему герою У Нептуна есть 5 колец Кольца могут состоять из ледяных частиц, покрытых силикатами или основанным на углероде материалом Это он придает им красноватый оттенок А также планета имеет спутники Не один, а целых 14 Особенно примечателен Тритон, крупнейшей луны Нептуна Это одно из наиболее морозных мест в системе На поверхности спутника температура опускается до 235 градусов Геологическая активность приводит к интересной особенности Криовулканизм Это подобие земных вулканов, но вместо лавы мы видим водный аммиак и газообразный азот Струи могут вырываться в высоту на 8 километров Вполне возможно, что Тритон сформировался и проживал в поясе Койпера И лишь позже притянулся Нептуну Подводя итоги и вспоминая все вышесказанное С удивлением можно отметить, что Нептун одна из самых интересных планет Можно не сомневаться, что будущие миссии, которые будут отправлены к внешним границам Солнечной системы Покажет еще больше интересного Ну а теперь, что касается недавних новостей об отправке аппарата к ледяному гиганту Лаборатория реактивного движения уже начала проработку концепции новой флагманской миссии Целью которой станет Нептун Однако есть и плохие новости Стало известно о дефиците Плутония-238 Именно он обеспечивает энергии аппараты, направляющихся во внешние регионы Солнечной системы Без ретегов подобные миссии просто физически невозможны Максимум, куда можно добраться, используя лишь солнечные батареи, это Юпитер К примеру, на борту аппарата Кассини были установлены три ретега Содержащие 33 килограмма Плутония-238 Миссия к ледяным гигантам должна иметь такой же, если не больший запас Плутония Конечно, можно вспомнить все те же новые горизонты На борту которых установлен всего один ретег Оставшиеся в качестве наследства от Кассини Но дело в том, что новые горизонты это пролетная, а не орбитальная миссия Собранная в течение двух недель сближения с Плутоном Информация передавалась аппаратам более года Такая скорость передачи данных неприемлема для орбитального аппарата Чтобы скорость была выше, нужен более мощный передатчик И как следствие более мощные ретеги На данный момент у нас осталось менее 34 килограмм Плутония-238 Так как он быстро распадается, лишь около половины его можно использовать для космических миссий Имеющегося количество вещества уже недостаточно для снаряжения миссии уровня Кассини Который требовалось почти 22 килограмма И хотя производство Плутония возобновили несколько лет назад За все это время получили лишь около 200 граммов вещества Именно по этой причине были закрыты некоторые проекты А впереди еще миссия Марс-2020 Дело в том, что в период с 2015 по 2020 год существует стартовое окно для миссии к Нептуну Если в этом промежутке времени запустить аппарат То можно привести гравитационные маневры у Юпитера и Сатурна Которые позволят ему выйти на орбиту к восьмой планете 2030 году Соответственно, если человечество упустит это окно для полета к Нептуну И запустит аппарат после 2020 года Он доберется до планеты не раньше 2045 года А к этому времени я уже буду морщинистым, равнодушным стариком И хотя ситуация с Плутонием стала лишь улучшаться в последние годы Все же нужно еще минимум несколько лет, чтобы накопить его запасы Конечно, совместные усилия были бы отличным под спор И можно было бы организовать все необходимые миссии к 2020 году Так что, ребята, если у вас где-то завалялся Плутоний-238 Дайте знать Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok